МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это новости на канале СКАД. В студии Катерина Калантаевская. Смотрите в нашей программе. Конечно, это заметно для человека, когда растут коммунальные платежи. По новым тарифам с 1 июля расценки на коммунальные услуги вырастут почти на 10%. Я планирую создать сеть точек правильного быстрого питания. От общепита до космических технологий. На молодежный форум Иволга участники привезли свои проекты. Мы делаем все, чтобы он от нас получал положительные эмоции. Добрый нрав и редкий окрас. Самарский зоопарк стал четвертым в России, где на свет появился черный ягуар. С 1 июля в регионе повышаются тарифы на коммунальные услуги. В среднем оплата по квитанциям увеличится на 9,3%. Подробности далее. Решение о повышении цен на коммунальные услуги было одобрено еще в конце прошлого года. Как поясняют специалисты Министерства энергетики ЖКХ, основной причиной роста тарифов является повышение стоимости энергоресурсов. Кроме того, заниженные расценки не позволяют проводить модернизацию и реконструкцию инженерных сетей, а следовательно приводят к износу коммунальной инфраструктуры. В общей сложности для жителей губернии оплата коммунальных услуг вырастет на 9,3%. Водоснабжение подорожает на 11%, тепловая энергия почти на 9%, электроэнергия для населения на 8,5%, газ на 7,5%. Это заметно для человека, когда растут коммунальные платежи, пусть это даже и по сравнению, скажем, с некоторыми предыдущими годами у нас был рост и 15%, и 25%. Для того, чтобы компенсировать жителям рост тарифов, у нас действует целая система мер социальной поддержки. Помимо компенсаций, общественники призывают жителей области внимательнее следить за качеством предоставляемых услуг. Фиксировать факты предоставления некачественных коммунальных услуг, делать перерасчет, требовать это от ресурсоснабжающих организаций, от управляющих компаний. И вот в этом плане, я думаю, роль общественности достаточно значительная. Мы должны еще раз учить людей этим вопросом. Новые квитанции жители области получат уже в августе. Катерина Клантаевская, Эдуард Ростегаев, СТВ. В первый день работы 19-го Международного экономического форума в Санкт-Петербурге Самарская область заключила контракты с несколькими крупными концернами. С 2016 года по 18-й крупная пивоваренная компания примет активное участие в развитии этой отрасли региона. А нефтяники готовы поддерживать область в различных социальных проектах. Кроме того, Николай Меркушкин встретился с вице-президентом компании «Шнайдер Электрик» и обсудил перспективы работы французов в губернии. Напомним, ровно месяц назад, 18 мая, был заложен первый камень в основании нового завода по производству трансформаторов на заводском шоссе. В Самарском государственном университете состоялось заседание ученого совета, в ходе которого обсудили создание мощного объединенного вуза на базе СГАУ и САМГУ. Напомню, что специальная комиссия Министерства образования Российской Федерации единогласно проголосовала за объединение этих учебных учреждений. Таким образом, в регионе будет сформирован научно-образовательный кластер мирового уровня. Первым делом на заседании была озвучена информация о приостановке выборов ректора Самарского государственного университета. В настоящий момент исполняющим обязанности ректора вуза остался Иван Андрончев. Главным вопросом стало обсуждение создания мощного объединенного университета на базе СГАУ и САМГУ. Одно из главных его преимуществ – это сохранение федерального финансирования. Кроме того, учебное учреждение сохраняет за собой место в топ-15 российских вузов и участвует в программе по попаданию в топ-100 ведущих университетов мира. А в сложившейся экономической ситуации ни в коем случае нельзя терять дополнительную поддержку из федерального центра. Глава региона развеял и опасения скептиков о том, что гуманитарные науки отойдут на второй план и подчеркнул, что никаких сокращений профессорско-преподавательского состава не планируется. Возможность найти применение своим силам и реально, кроме учебного процесса, еще зарабатывать будет намного больше. Кроме того, сейчас возрастает конкуренция на образовательном рынке, а Самара, как один из научных центров страны, продолжает терять свои позиции. Мы приняли из дальнего зарубежья всеми 14 вузами 52 человека. Мордовский университет один принял 169 и заработал на этом 270 миллионов рублей. 270 миллионов рублей, обучая иностранных студентов. Николай Меркушкин заметил, что противники объединения вузов спекулируют в своих личных целях и намеренно вводят в заблуждение общественность. Аналогичная ситуация сложилась и с созданием аллеи гордости. Исследования социологов показали, что большинство самарцев одобряют этот проект. Результаты таковы. 79% за, 11% против, 10% не определились с ответом. Выборка составила 2500 человек, что говорит о высокой точности исследования. Екатерина Колонтаевская, СТВ. Молодым специалистам помогут трудоустроиться. В регионе готовят специальный законопроект, согласно которому выпускники с востребованными профессиями получат возможность найти работу. При этом в плюсе останутся и работодатели. Депутаты Самарской губернской думы обсуждали эффективность реализации таких мер и поддержки. Подробности в нашем следующем сюжете. Молодые специалисты должны быть востребованы. При этом выпускники должны работать по своей специальности. Областные власти делают все возможное для комфортного труда выпускников. Определены 9 самых востребованных специальностей в цене рабочей профессии. Например, литейщики металлов и сплавов, а также электромонтажники. Сформирован перечень востребованных профессий, трудоустраиваясь по которым молодые специалисты могут рассчитывать на получение мер поддержки, обозначенных в законе, а соответственно работодатели получать субсидии. Мера поддержки молодых специалистов, безусловно, будет действенна и подстегнет к труду выпускников. В будущем необходимо расширить перечень так называемых востребованных специальностей, считают областные депутаты. Я думаю, что этот закон очень важный. Другое дело, что да, спектр расширится, но и, наверное, средств будет больше выделяться. Но и само внимание к этому вопросу, я думаю, имеет тоже такое социально-политическое значение. На ближайшем пленарном заседании Думы законопроект может быть принят во втором и окончательном чтении. Быть неравнодушными к событиям, происходящим в Самаре, и участвовать в управлении городом. Члены общественного совета при городской думе оценили эффективность работы в совете. В его составе 45 человек, которые трудятся в самых разных сферах – образование, медицина, ЖКХ, культура и благотворительность. Тему продолжит Дина Сметанова. Эти люди напрямую общаются с властью и стараются реагировать на просьбы жителей в режиме онлайн. На безвозмездной основе они предлагают пути решения. Понимая, насколько важно участие в городском управлении профессионалов, знающих проблемы изнутри. Таисия Волкова, практикующий адвокат, внесла лепту в общественную экспертизу. Те замечания, которые мы давали, они были учтены при разработке и согласовании утверждения этих нормативных актов и городских программ. Обязательно по всем злободневным вопросам, которые так или иначе затрагивают наших горожан, мы всегда советовались. И Городская дума служила как раз той площадкой, на которой объединились усилия общественников, депутатского корпуса, администрации городского нашего округа. В первую очередь были реализованы те инициативы общественников, которые касаются бюджета, поддержки молодежных проектов, благоустройства дворов, программ, связанных с охраной культурного наследия. Были учтены предложения в правилах застройки и землепользования. Общественным советом было подготовлено больше 500 предложений по изменению границ территории и правил застройки землепользования. У членов общественного совета была возможность учиться, чтобы неравнодушные люди, которые работают в самых разных отраслях, не просто нашли точки соприкосновения, а понимали и специфику управленческих решений. За плодотворное сотрудничество вручены грамоты. Но на этом работа общественного совета при городской думе пятого созыва не завершается, ведь думцам предстоит принимать еще районные бюджеты. Планируется, что при думе следующего созыва общественный совет тоже будет. Многие из участников нынешнего заседания вошли в советы, созданные уже и на уровне районов. Депутаты предложили объединить их с общественной палатой при администрации Самары. Дина Сметанова, Олег Павлов, СТВ. Самарских активистов наградили. В областной столице подвели итоги работы трех общественных объединений – Народной дружины, Ночного патруля и Народного контроля. В течение трех месяцев простые самарцы вместе с полицейскими дежурили на улицах региона и помогали правоохранителям пресекать различные правонарушения. Слово нашему корреспонденту Александру Семенову. Только за последние три месяца благодаря активистам задержано около сотни пьяных водителей. Сами граждане выходят в ночное патрулирование и выявляют нарушителей. Для них это не форма заработка, а гражданская позиция, чтобы общество стало не только более трезвым, но и сознательным. Алиса Моргунова в числе награждаемых. Лично она помогла задержать не одного правонарушителя. В ночной патруль девушка отправляется целым семейством с мужем и старшим сыном. Мы себя стараемся не афишировать, поэтому я не сильно интересуюсь реакцией. Это моя гражданская позиция. И я благодарна руководству, что сегодня власти предоставили нам возможность с ними взаимодействовать. Я больше 12 лет за рулем, поэтому ситуации было много. С помощью активистов удалось задержать сотни правонарушителей. Демонтированы больше 130 так называемых разливаек, торговавших алкоголем без документов. Также обнаружены крупные подпольные центры производства суррогатных напитков с градусом. Воздание социально благополучного общества, в обеспечении его безопасности, в прекращении существования нигилизма, который выбрасывает на улицу города путем употребления этой неискачественной сертифицированной жидкости в наших наливайках и разливайках, создает люмпинизированную маргинальную часть. А мы должны создавать сегодня научно-промышленный, научно-космический центр России. Работу активистов оценивают и простые самарцы. Все больше молодых людей стремятся поддержать это новое движение. Александр Семенов, Олег Галочкин, СТВ Сейчас прервемся и смотрите во второй части нашей программы. Мы делаем все, чтобы он от нас получал положительные эмоции. Добрый нрав и редкий окрас. Самарский зоопарк стал четвертым в России, где на свет появился черный ягуар. Продолжаем выпуск. Все регионы Приволжского федерального округа, а также Бразилия, Германия, Китай и Швейцария. Такова география участников молодежного форума «Иволга-2015». Это не просто возможность пообщаться, но и конкурс проектов. Победители получат гранты на развитие, а также обучающие семинары от видных политиков, ученых, руководителей предприятий и предпринимателей. 11 миллионов рублей. Таков основной фонд, выделенный для участников, чьи проекты окажутся победителями. Размеры грантов до 300 тысяч рублей. Идеи, которые предлагают конкурсанты, самые разные. От инновационных деталей для космических кораблей до более приземленных. Ольга Антонова хочет накормить желающих вкусной и здоровой пищей. Я планирую создать сеть точек правильного быстрого питания, чтобы людям, которые следят за своим здоровьем и фигурой, было удобно. Я буду арендовать площади, также и оборудование, закупка сырья, материалов, возможно, персонал. Те проекты, которые не окажутся в числе победителей, но тем не менее очень достойные, могут получить поддержку в своих регионах. Так уже было в прошлом году. Кроме того, возможно и федеральная поддержка. На этот форум выделены всероссийские гранты. Будет проходить первый этап отборочный тур всероссийского грантового конкурса. Поддержка интересных проектов молодых людей, это, конечно, очень важно. Но у форума есть и другие цели, в том числе и патриотическое воспитание. Будут работать специальные секции и семинары, проводиться конкурсы. А 22 июня состоится особое мероприятие. В День памяти и скорби, я просто хочу добавить, будет организован в том числе телемост. Это между Бресткой, крепостью, городом-героем Брестом и, соответственно, именно нашей площадкой. Форум уже пересек границы ПФО. С прошлого года в нем принимает участие большая делегация из Китая. Парни и девушки оттуда одержали победу в нескольких номинациях. Кроме того, участники приехали из Москвы, Ростова, Рязани, Ставрополя и Краснодара. Самый молодой субъект федерации – Крым – тоже прислал своих представителей. В этом году участвуют гости из Бразилии, Германии и Швейцарии. Организаторы уверены, что на этом останавливаться не будут. Вот та идея, которая родилась на этом форуме в прошлом году, что сделать этот форум не просто форумом Приволжского федерального округа, но и форумом БРИКС, она постепенно реализуется. Уже половина стран-участников БРИКС принимает участие в нашем форуме. Это, я считаю, очень здорово. Максим Остриков, Николай Сидоров, СТВ Легендарный Александр Карелин, герой России, олимпийский чемпион, борец, депутат Государственной Думы, приехал к участникам форума Иволга. Разговор получился неформальным. Вопросы от политики спорта до личных взглядов на жизнь. Александр Карелин сразу привлек к себе внимание. Послушать олимпийского чемпиона желающих было много. Он начал беседу с того, что отказался от длинной вступительной речи. Попросил, если аплодировать, то в конце, если действительно было интересно. Вопросы начали с того, как Александр Карелин начинает свой день. Обязательно с зарядки. Потому что предпочитаю быть сильным до сих пор. Несмотря на то, что большую часть времени ношу галстук, хожу в пиджаке, должен быть многословным и скучным. Это подразумевает деятельность депутата Государственной Думы. Девушки не смогли удержаться от вопроса олимпийскому чемпиону по борьбе. Решали ли вы когда-нибудь в своей жизни вопрос с насилием? Насилием. Александр Александрович ответил, что силой в крайнем случае надо решать вопросы по защите слабых. А лучше применять ее в других целях. Мебель передвинуть без посторонней помощи. Невесту перенести через порог дома не часто пригождается. Но очень навыки правильные. На вопрос, в чем суть работы депутата, Карелин ответил. Писать инструкции по применению для разных жизненных ситуаций. Законы. Главное их внимательно читать и применять. Результатом общения были довольны все. Замечательная возможность показать молодежи, что власть, которая приезжает сюда с утра до вечера, скажем так, ВИП-персоны, люди, которые чего-то достигли уже в политике, в искусстве, в спорте, во многих отраслях, общаются с молодежью. Сегодня мы слышим молодежь. Максим Остриков, Николай Сидоров, СТВ Долгожданные события не только для Самарского зоопарка, но и для научного сообщества. На свет появился ягуар редкого черного окраса. Роды прошли без осложнений. Сейчас ветеринары перевели малыша в отдельный блок. Его опекают и стараются, чтобы котенок стал ручным. Несмотря на то, что ягуар хищник, нрав у новорожденного добрый. За его первой фотосессией наблюдала Дина Сметанова. Сейчас малыш только спит, да с аппетитом ест и хорошо прибавляет в весе, который достиг уже двух с половиной килограммов. Новорожденный стал вторым приплодом семейства ягуаров Самарского зоопарка. Родители – кекс, который прибыл в Самару из Новосибирска два года назад, и плюшка. Она по происхождению петербурженка. В Самару ее привезли три года назад. Весной мамашу перевели в специальный приемник, где в спокойной обстановке под камерами видеонаблюдения она родила котенка. Ну, она очень, да, у нас такая склонная к полноте девица. Отделили ее от кекса. Будет она пока находиться там же в питомнике, потому что мы хотим ее привести в более такой стройный вид. На диету. Да, на диету. А с кексом это сложно, потому что он, как любящий супруг, свою еду ей просовывает между прутьев. Чтобы получить ягуара редкого черного окраса, нужно прежде всего грамотно сформировать пару. До этого плюшку не раз возили по женихам в разные зоопарки страны. Но только в Самаре питомцам удалось произвести на свет ценного детеныша. До этого ягуары появлялись только в трех в нашей стране. Черные и того реже. Вот теперь мы стали четвертым зоопарком, в котором появляются такие редкие кошки, то есть, можно считать, процент совсем ничтожный. Поэтому это большая гордость и важное не только событие для посетителей зоопарка и для нашей Самары, но и для научного сообщества. В ближайшем будущем малыш, у которого пока нет имени, сможет принимать участие в акции «Погладь меня». А когда ручной котенок подрастет, ему светит цирковая карьера. Сестричка, рожденная в прошлом году, уже успешно выступает у Хамада Кута. Дина Сметан, Валик Павлов, СТВ. У меня на этом все. Далее прогноз погоды и программа «Абзац». В завершении выпуска напомню сайт Георгия Лиманского, gslimansky.ru. Читайте наши новости первыми в социальных сетях, в группах «СКАТ» и СТВ «Самара». И заходите на сайт телерадио компании «СКАТ». Я же с вами прощаюсь. Всего хорошего. Спасибо, что были с нами. Разыскивается Бурдукова Елена Фатыховна, 1949 года рождения, которая 15 июня ушла из дома по улице Юбилейная и до настоящего времени не вернулась. Приметы. Рост 160 сантиметров, телосложение худощавое, глаза карие, волосы темные с сединой. Была одета в темно-сиреневый халат и бежевые макосины. Дезориентирована, нуждается в медицинской помощи. Всем, кто видел ее или что-то знает о ее местонахождении, просьба сообщить по телефону. 8 927 748 82 54 02 или 102.